Всем привет! Меня зовут Карина, и сегодня мы будем делать с вами упражнение 2-1-4-6 в пакетрейсере. Для этого нам нужно всего лишь сам пакетрейсер, действие на свободное время, небольшой конспект и хорошее настроение. Ну что ж, начинаем. Для этого переходим в саму кладку с пакетрейсером, скачиваем инструкцию, для этого переходим по ссылке и нажимаем кнопочку скачать и сохранить. Также нам нужно скачать пока файлик, для этого нажимаем по нему и открываем, и теперь нам нужно подождать буквально несколько секунд, чтобы пока файлик открылся. Вот он. И у нас открылось само задание, а также пока файл. Здесь нам нужно ввести имя, я ввожу свое имя, а вы свое. Мое имя, к примеру, Карина, что я и ввожу. Далее нужно ввести свой email, а также название своей группы. И нажать кнопочку окей, и еще раз окей. Далее у нас открылось вот задание, и чтобы было удобнее с ним работать, его можно немножечко сделать больше и закрепить. И теперь, когда мы будем делать само упражнение, он не будет прятаться. Что ж, начинаем. И первое, что нужно сделать, это подключить ПК-1 к коммутатору S1. Для этого открываем вкладку Connections, которая находится в нижнем левом углу, и нажимаем на ярко-желтую молнию. Там мы находим консольный кабель, он второй в списке, такой ярко-голубой, нажимаем по нему. Далее нажимаем по ПК и подключаем его в разъем RS-232. И подключаем его к коммутатору к консольному порту. Все. Теперь нажимаем по ПК, нажимаем вкладку Desktop и нажимаем на терминал. И смотрим, что нас спрашивают, какое значение бит за секунду. И мы можем увидеть, что их 9600. И я хочу обратить ваше внимание, что не нужно забывать отвечать на вопросы в PDF-файле. Теперь нажимаем ОК и мы переходим в сам терминал. Далее нажимаем Enter и мы видим, что у нас высветилось S1 со скомочкой. Далее нас просят ввести знак вопроса. Делаем. И мы можем увидеть список всех команд, которые доступны в этом режиме. Далее нас просят ввести букву КТ с знаком вопроса. И мы можем увидеть, что теперь вместо набора всех команд нам показались только те команды, которые начинаются на букву Т. Теперь мы можем, например, ввести набор букв Т и И английское и знак вопроса. И теперь вместо трех команд нам показалось только две, потому что третья не подходит под наш запрос. Двигаемся дальше. Нас опять просят ввести знак вопроса и спрашивают, какие команды начинаются на букву И английскую. Мы видим, что таких команд всего две, Enable и Exit. Далее нас просят ввести набор букв И и Н, то есть Н, и нажать Tab. И, как вы можете видеть, наша команда дописалась автоматически. Теперь нажимаем кнопку Enter, и мы видим, что мы перешли в привилегированный режим, потому что стрелочка изменилась на шарп, на решеточку. Двигаемся дальше. Теперь нам в этом режиме нужно ввести знак вопроса, и мы можем видеть, что список команд немного изменился. Их стало больше, и они стали немного другими. Их очень-очень много, и чтобы они все показались, нужно нажимать кнопочку Enter. Дальше нам нужно ввести команду Configure. Но чтобы ее не ввести полностью, можно ввести просто Conf и нажать Tab, и команда автоматически допишется. Теперь нажимаем кнопочку Enter, и нас спрашивают, в каком режиме конфигурации мы хотим работать. И в скобочках мы можем увидеть слово Terminal. Это означает, что если мы нажмем Enter, мы будем работать в режиме конфигурации терминала, что нам как раз и нужно. Так что мы нажимаем просто Enter, и видим, что теперь мы перешли в другой режим, который называется режим конфигурации. И возле S1 у нас в скобочках появилось слово Config. Далее нас просят выйти из этого режима с помощью команды Exit. Вот, мы вышли из этого режима. И далее нам нужно ввести команду Show Clock. И нажать Enter. И мы видим, что нам показывают, что сейчас 4 часа дня, понедельник, 1 марта 1993 года. Но нас просят настроить другую дату. Так, нас просят настроить дату 31 января 2035 года. Для этого нам нужно ввести команду Clock, далее ввести слово Set и знак вопроса. И мы видим, пробел, знак вопроса. Мы видим, что нам показывает, в каком формате нужно вводить время. Она спросит ввести время 15.00. И опять знак вопроса. И здесь нам показано, как можно настроить день, месяц и год. Что мы как раз и делаем. Написываем, как у нас просят задания, 31 января. Где-то пишем просто слово Jan, сокращенное от января. И 2035, что означает год. И нажимаем Enter. И, как вы можете видеть, наша команда сработала, не выдала никакой ошибки. Значит, все правильно. Для того, чтобы проверить, правильно ли мы настроили время, нужно ввести команду Clock Set. Что мы как раз и делаем. Ой, неправильно. Чтобы проверить время, нужно ввести команду Show Clock. Даже я иногда путаюсь. Show Clock. Вот. Теперь нажимаем Enter. Мы можем видеть, что нам показало наше назначенное время и дату. И теперь мы переходим к самому заданию. И здесь есть такое поле, в котором показано, что мы набрали 20 баллов из 20. Это значит, что мы сделали все правильно. И задание полностью выполнено. Я думаю, что если вы следовали нашим инструкциям, то у вас тоже все получилось. И поэтому всем пока и пока. Продолжение следует...